всем привет дорогие подписчики и зрители канала с вами локи мы продолжаем карьеру за челси фк 24 у нас второй сезон и у нас сегодня полуфинал эмирейтс cup также сегодня нас ждет полуфинал лиги чемпионов мы в прошлой серии смогли пройти мадридский реал непростые два матча у нас были но сил хватило это самое главное ну и как мы видим ребята нам показывают лучших бомбардиров лиги чемпионов почему-то только два футболиста из миланы дгонсало рамош и рафаэля у них по 8 забитых голов ну и сегодня нас снова ждут непростые игры возможно что-то просимулируем чемпионате чтобы так скажем серия была более насыщенный на интересный матч вот друзья состав манчестера мы с ними уже встречались у них довольно неплохая статистика хорошие футболисты на поле и есть кем заменить вот наш состав на эту игру есть небольшая усталость снова у некоторых игроков поэтому сегодня на ротации выходят именно эти парни ну а вы поддержите серию своим лайком если здесь впервые конечно же подписывайтесь на канал также не забывайте залетать наш телеграм там вы всегда будете в курсе выхода новых серий анонсов уведомлений голосований все будет под рукой ссылочка на телеграм закрепленном комментарии ну а также там находится ссылка на мой второй канал с прохождениями название фандом лига и там мы проходим различные сюжетные игры всем кому эта тема интересна всем буду рад ну а мы начинаем это всего лишь шаг до финала прошлом сезоне мы вылетели на точнее если мне не изменяет память мы проиграли в финале проиграли мы тогда ньюкаслу и смогли у них выиграть только карабау cup ну вот мы снова близки к тому чтобы сыграть финале эмирейдс cup но тут уже в этом сезоне ньюкаслом ребята не пахнет полуфинал с манчестер юнайтед а другие пары по моему там если я не ошибаюсь арсенал и тоттенхэм час мудрик здорово мяч перехватывает а что делать дальше один против двух пас в центр эмсо фернандес галахер хороший пас мухоко ребята он просто на таймингах вытворяет какие-то чудеса помните как прошлой серии он закинул между ног вратарю а сейчас посмотрите на каком здоровском тайминге он делает микро паузу и переигрывает вратарям анану об стороночку тот просто улетает и все и все ребята это 1-0 это супер быстрое начало это пятая минута и мухоко забивает свой шестой гол в четырех играх эмирейтс cup люк шоу сейчас по флангу довольно неплохо им пытался пройти вперед но мы перекрываем зоны поэтому быстро атака у манчестер не получилось тем не менее они довели мяч до штрафной дойдет ли дело до удара удар есть и санчес порядке опасная передача в центр вас пяточкой и 11 это антони на девятнадцатой минуте сравнивает счет к сожалению не смогли мы накрыть эту передачу в центр как я не пытался как не старался и здесь мяч прошел и тут тоже шикарный пас пяткой и антони сравнивает счет еще один момент еще один удар поворотом неужели пенальти двадцать седьмая минута показывают нам тамори главный арбитр этой встречи считает что тот зацепил соперника за ногу в штрафной ну очень такой спорный момент и бруно фернандеш подходит к мячу мощный разбег и бруно фернандеш не забивает мяч от штанги вылетает обратно в поле мы угадали угол но если бы тот попал в ворота никаких шансов бы отбить у санчеза просто не было но это мне кажется ребята справедливо каким был пенальти не самым однозначным таким и получилось его исполнение энцо фернандес а вот его плотный удар она на вступает в игру и снова опасно снова удар поворотом проходит первым пасом справились мукоко ну же мадуэки он подсуетился ребята в этом эпизоде сорок вторая минута и 2 1 везет тому кто везет ребята и это уже нам немножко повезло в штрафной соперника мадуэки просто выскочил на опережение и щелкнул мяч ворота не защитники не она на не успели накрыть начинается второй тайм мы пока без замен как я понимаю у мю тоже никаких перестановок нет мадуэки мяч принимает на фланге мадуэки заскакивает штрафную нужно реализовывать и третий вынимай это ребята мукоко но здесь вновь мадуэки здорово прорывается по флангу выкатывает уже просто на линию вратарской там мукоко никто не успел накрыть не успели сообразить защитники мю что его нужно накрывать но и мы увеличиваем свое превосходство а так бывает стоит тебе вытерпеть вот эти атаки соперника так скажем стиснув зубы не пропустить повезло нам с пенальти что мы не пропустили ну а дальше так бывает гюстон и тамори и неплохой выстрел марку с рэшфорда но он был не точным подача удар вот это красотища это снова антони это ребята снова антони это 3-2 мю тоже не планирует сегодня и опускать руки классная подача с фланга и какое исполнение ну здесь только поаплодировать можно у нас небольшое перестроение в атаке у них еще и гринвуд появляется у нас выходит кукуреле вместо мудрика также выходит кайседа но он выходит вместо мандуэйки и туда отправляется чуть чуть ближе к атаке у нас галлахер это джеймс хороший перехват галлахер забрасывает на мухоко а то делает скидку на кукурелью ребята как все разыграли на кукуреле не попадает и подработал то классно но просто не попал в уголок звучит финальный свистоград матч закончен мы побеждаем 3-2 перепутал я ребята значит караваукап это в кроваваукап по моему в два тура играют полуфинал мы прошли финал попали на тоттенхэм которые прошли арсенал по моему в дополнительное время там они основу отыграли 2-2 ну а в допах тоттенхэм забил еще два мяча и в итоге мы с ними сыграем финале у нас сейчас два матча в чемпионате с командами которые идут в самом низу турнирной таблицы и я думаю мы их быстренько просимулируем поскольку у нас есть хороший задел по очкам давайте сделаем расчет и посмотрим как сыграет команда есть победа 4-2 мухоко делает дубль и энсу фернандес модуэки забивают по голу ну и матч стотингем форес мы его тоже симулируем вот наш состав смотрим как он завершится это ничья 2-2 энсу фернандес и кукуреле забивают по голу полуфинале лиги чемпионов мы попали на еще один мадрид это атлетика мадрид как мы видим во втором полуфинале ливерпуль уже в первом матче выиграл у милана 21 а это значит что если мы пройдем дальше а милан уступит ливерпулю то нас ждет встреча с английской командой если нет то итальянский клуб но перед этим нужно пройти еще одних испанцев вот так вот выглядит сейчас друзья их состав зелинский там присутствует дефауль жао феликс на воротах ян облак ну и я не скажу что прям супер какой-то такой сложный состав но атлетик всегда очень так скажем грамотно играет на поле у них неплохая статистика последних пяти игр хорошие показатели ну и давайте смотреть на наш состав они больше играют по флангам это нужно тоже учесть вот состав нашей команды и ребята поехали первая игра на выезде мы снова приехали в испанию но на сей раз мы играем не с мадридским реалом а с атлетико мадрид повезло нам на мадридские клубы не будет интересно посмотреть что сейчас продемонстрирует испанцы нам наверняка не изучали игру нашей команды против реала и сейчас постараются так скажем нейтрализовать сильнейших наших игроков и не позволить забить ну а мы будем играть свой футбол не будем смотреть на то что покажет соперник просто будем делать свою работу а сейчас атлетико мадрид в атаке здорово классно здесь сыграл дисаси а вот теперь по флангу на нкунку рядом есть асимхен нкунку они разыграли здесь на фланге здорово нкунку взлетает штрафную должен быть угловой нет удар от ворот удар есть но это не очень опасно было нарушение правил за поле мы выкинули соперника классный пас ну и шло то бэк здесь здорово отработал мартинелли надо бежать а семьян здесь особо не поддержал атаку мартинелли набирает скорость вот и наш первый момент мартинелли забить ян облак у нас 35 минута и снова атлетико мадрид левым флангом пытается что-то придумать в атаке подача в штрафную слота бэк молодцом много борьбы сегодня на футбольном поле джеймс о это бен чилвелл и снова передача не точна вот чуть-чуть ребята чуть-чуть но сегодня опять шахматы у кого лучше получится сделать передачу у кого пройдет атака тот и сможет сегодня забить у нас начинается вторые 45 минут пока по нулям моментов минимум у атлетик по моему пару раз было что-то такое плюс-минус опасное у нас был один удар при выходе мартинелли но очень много борьбы в центре поля такая немножко вязкая душная игра и пока непонятно кто же сегодня сможет оказаться сильнее асимхен попытался в ближний пробить но успели вновь накрыть и у атлетика начинаются замены джеймс передача на нкунку она прошла нкунку набирает скорость здорово развернулся асимхен ну же кати в центр и вот здесь вновь накрыли у нас начинают появляться вот эти микро моменты но ребята нужно что-то придумать чтобы их реализовать забросик на смена энцу фернандес ну же забить вот это было хорошо ребята вот это было отлично это мартинелли это 62 минута это 1-0 здесь было все грамотно начиная от заброса на семена скидка на энцу фернандеса обратно ну и далее аккуратный пас под удар мартинелли это 1-0 здорово сразу же накрываем соперником и дуэки вот это его игра на скорости по флангу передача в центр джеймс а попробовать катнуть на мартинелли как-то я здесь наверное немножко пожадничал хотя не факт что спокойно бы передача дошла давайте здесь на коротке особо не торопимся мартинелли удар красотища от мартинелли ребята что творит этот парень я думаю этот гол уже заслуживает вашего лайка это просто какое-то безумие не часто у нас вообще по ходу карьеры вот такие вот шальные залетали но здесь мартинелли увидел свободную зону пробил и мяч опустился в дальний угол за спину я на облаку это просто пушка мартинелли забивает он забивал реалу он забивает сейчас атлетико мадрид это 2-0 2-0 на выезде это снова очень даже неплохо жалу феликс мяч потерян это мадуэки передача хорошая на семья на мы можем сейчас похоронить атлетико мадрид ну же энцу фернандес пока не получается пока не получается ударить здорово накрыли нужно продержаться пара минут ни в коем случае нельзя сегодня пропускать потому что 2-1 это уже такой скользкий результат атлетико мадрид сейчас в атаке опасно ли я рэнт и удар поворотом и все равно пропускаем но вот это вот чуйка концовочки матча не просто так я сейчас про это говорил или рэнт и который вышел он все-таки забивает 2-1 это уже не так здорово здесь не успел ни диссаси не тамори не к сожалению санчес финальный свисток прозвучал все будет решаться в ответ на игре осталось всего четыре тура до конца и ребята скорее всего у нас сейчас произойдет матч манчестер сити он будет одним из таких основных концовки этого сезона я имею ввиду в чемпионате давайте посмотрим на их стартовый состав интересно сыграть бы было против холланда и холланд наконец-таки поправился мне правда статистика как-то все хуже и хуже но это так скажем не наши проблемы не наши заботы у нас сегодня такой ротированный состав выходит вот так вот он ребята выглядит и давайте отправляться на игру вряд ли конечно нас уже кто-то догонит мы можно сказать чувствуем себя в чемпионате довольно комфортно ну а в следующей серии будем уже завершать сезон доигрывать оставшиеся матчи финал кубка если получится пройти тот финал лиги чемпионов которому мы так стремимся и ну а сейчас просто попробуем провести хорошую игру для болельщиков обеих команд ну и сыграем против холланда который очень долго восстанавливался и в этом сезоне по моему это первая игра когда холод выходит против нас здорово кукурелья забросик на мудрика теперь мы попробуем пройти по флангу мудри классно убирать мяч под себя энцу фернандес кукурелья и вот отсюда удар в дальний а вот эрлинг холланд протаскиваешь сейчас мяч сам каким-то чудом он ребята проскользнул и он забил забил с правой но это магия холланда это магия холланда его поздравляют партнеры и он забивает команде который вот здесь посмотрите как он одисоси просто ушмыгнул на одном движении 11 гол 25 играх ну понятно травма подкосила статистику холланда в этом сезоне но нам-то он забил кукурелья убирает мяч под себя энцу фернандес дальний удар поворота мяч пролетает мимо кайседа бил хорошая передача мухоко тот разгоняет атаку команды мухоко это штрафной энцу фернандес берет разбег бьет поворота но немножко не хватило наверное силы для удара энцу фернандес и забросик пытался мухоко или кайседа сделать скидку мудри прострел ну же забить добить пустые ребята мы все-таки забиваем сити на 33 минуте мухоко сравнивает счет это ничья 11 хорошая передача здорово можно в центр скинуть и вот тут не дается фернандеса не данкунку мяч не дошел момент удар санчес хорош удар есть это гвардиол попробовал ударить сити хорошо прессингует накрывает попробуем сейчас на линию штрафной навесить на кайседа кайседа плотненько бьет попадает ногу сопернику и снова пас на холланда его два игрока нашей команды встретили там еще и третий мудрик на подстраховки и вот как раз эрлинг холланд на одном движении пытается раскачать тамори холланд скидка в центр удар и нам повезло новая атака сити они уже в нашей штрафной нам нужно сейчас поаккуратнее очень действовать здесь дюсто не смог мяч выбить тамори ну хотя бы так прям с ноги холланда мяч сняли забросит на нкунку за спину нкунку штрафной ну же прострел забить мудрик до него мяч не дошел смотрим сколько добавить сейчас главный арбитр этой встречи у нас готовится замены но пока мяч не вышел их не будет и здесь не смогли подкать и до куз держать опасно тамори он один сейчас удар есть мяч прилетает выше и вот так вот просто подальше и все это ничья на один-один ну а вот и ответ на игра полуфинала лиги чемпионов мы встречаемся с атлетико мадрид достав их команды на ваших экранах по моему особо каких-то сильных изменений нет ну и давайте смотреть как у нас получится играть с ними во втором матче обидно что они забили в концовке первого ну что поделать это футбол погнали но это вот такая одна из фишек фифы когда ты даже выигрывая можешь пропустить от абсолютно любой команды концовки матча там еще арбитр бывает накидывает по пять минут и будто ждет что кто-то забьет но где-то мы тоже теряем концентрацию но самое обидное понимаете когда это происходит вот прям в самом конце как будто ну вот действительно скрипты 45 90 минуты и это переходит уже из года в то есть соперник не может забить тебя на 70 например а если забивает то именно на 90 ну ладно сейчас нам самим нужно так скажем попытаться забить чтобы увеличить свое превосходство джеймс хорошая передача нужен фернандес пробил но заблокировали тут же атлетико мадрид идет в атаку это смен его дальний удар с справляется ян облак как здесь здорово прошли по флангу опасная передача по штрафную момент санчес вот и наш вратарь уже вступает в игру 11 по сейвам мартинелли здесь может убежать у него хватит скорости мартинелли залетает штрафную мартинелли он герой полуфинала ребята он просто герой полуфинала этот парень забивает третий гол в ворота атлетика мадрид показывает смотрите на мою фамилию и на мой номер ну и здесь он шикарно ворвался и аккуратно послал мяч в дальний угол шлотбек переводик на джеймса джеймс играет дальше на мадуэке мадуэке продавливает соперника заброс на симхена но дальше не получилось тем не менее атлетика мадрид как-то здесь подвозились снова мартинелли рикошет и угловой мадуэке удар шведой айтэнсу фернандес слева и он облак уже просто подальше выносит мяч выговаривая обороне наши парни начинают все активнее действовать потому что они понимают что атлетика сейчас немножко подсел еще одна подача пенальти на секунду показался кенфей в составе атлетика мадрид но нет это 25 минута мы посмотрим был ли пенальти ну попал мяч в руку здесь уж никаких вопросов энсу фернандес у мяча энсу фернандес разбег удар это гол это гол и это ребята 20 но тяжело когда ты играешь двухматчевое противостояние ты уступаешь 41 по сумме чисто в голове мне кажется у тебя уже мысли о том что ты не сможешь выиграть конечно в футболе бывало всякое но говорить о том что сейчас атлетика должен прямо разрывать ну это глупости разрывать должны мы потому что мы на кураже ребята 43 минута снова мартинелли а вот отсюда в дальний на сей раз явно благ спасает снова пенальти но здесь кто будет спорить когда ты навешиваешь а игрок атлетика играет вот так вот рукой мне кажется весь стадион увидел эту руку и от нее мяч отскакивает в сторону снова энсу фернандес он берет разбег он бьет по воротам и забивает еще один гол 3-0 дома мы очень хороши ну и здесь уже ян облак ничего не мог сделать вот именно к этому мы и шли все два сезона друзья обыгрывать сильные команды собрав сильный состав своей команде у нас постоянно идет ротация мы не играем одними 11 футболистами у нас постоянно есть на каждую позицию по игроку который может заменить и мы их вывели на такой уровень что принципе они друг друга очень неплохо взаимозаменяют мартинелли раскачивает соперника через центр мартинелли удар сбивает шлота бека не выдерживают нервы уже у феликса но здесь без желтой опасно но шлота бэк здорово ножку выставил мартинелли какой проход и можно катить дальше на смена смен выскочил один на один получите распишитесь а смен 4-0 ну и как мартинелли проскочил как он выкатил партнеру ну и здесь асимен не подводит опасная атака но вот пенальти в наши ворота еще и желтая фуфана вот здесь арбитр не церемонился но цепанул немножко же а у феликса и сам же феликс подходит к мячу берет разбег бьет по воротам угадывает санчес угол но феликс ребята не прощая здесь прямо в 9 посылает мяч нашего вратаря сегодня тоже огорчили может быть сейчас атлетик что-то еще покажет здесь снова как будто я думал сейчас опять пенальти будет одну минуту добавил главный арбитр она уже истекла мы ее переиграли но есть атака атлетика мадрид удар и все мы ребята проходим финал с общим счетом 6 2 я жду от вас максимальную поддержку виде лайков и комментариев если здесь впервые подписывайтесь на канал залетайте в телегу ну а с вами был локи всем спасибо всем пока и